Здравствуйте друзья! Мой урок по управлению Home Assistant через Telegram получил много положительных откликов. Идея в целом понравилась, так как этот альтернативный интерфейс, не мешая работе стандартным дашбордом, представляет собой быстрый и практичный инструмент для управления и получения данных с датчиков системы. К его достоинству можно отнести, в первую очередь, возможность управления из любой точки мира, без, непростой во многих случаях, организации внешнего доступа к системе, а также использование привычного для многих мессенджера Telegram. В этом уроке я продолжу эту тему и расскажу про текстовые диалоги и разделение прав пользователей. Ссылка на текстовый файл с шаблонами в описании под видео. Если тема умного дома вам интересна, мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала, ставь его спонсором. В моих предыдущих видео, для ручного запуска автоматизации в Telegram, использовалась платформа Telegram Command, которая отслеживала отправку в чат команд для бота, в формате слэш и ее текст. По совету одного из подписчиков, я попробовал платформу Telegram Text, которая позволяет отслеживать любой отправленный в чат текст. Это пример такого триггера. В условиях тут установлен шаблон, который будет отсеивать только нужные слова, причем их может быть несколько. В данном случае автоматизация сработает на любое из этих шести слов. Точнее слово 3, у каждого по два варианта написания. Если любое из них будет увидеть в чате, то сработает автоматизация. В данном случае пользователю будет отправлено сообщение с данными о недоступных объектах в системе. Кстати, как получать такие данные, я рассказывал в уроке про телеметрию, ссылка в описании. Вот так отрабатывает эта автоматизация. В самой логике ничего нового, но удобнее за счет того, что просто пишется слово, а не специальная команда. Теперь вспомним еще один встречавшийся нам ранее фрагмент автоматизации. Он отвечает за отправку сообщения в личный чат именно тому пользователю, который отправил запрос. Это возможно благодаря определению его уникального ID. Вот в качестве практического примера автоматизация аналог IDBot, который я советовал для определения идентификатора пользователя. Хотя я ее сделал для теста, ее можно применять и на практике. Если в группу, в которой находится ваш телеграм-бот, добавить любого пользователя, ID которого еще не прописан в конфигурации, то отправив слово huami, бот ответит в эту же группу, для чего служит вот эта переменная. Как добавлять бота в группу, я рассказывал в прошлых уроках. А в его ответе будет ID пользователя, который отправил запрос. Он представляет собой уникальный цифровой номер. Прописав его в конфигурации, вы разрешите личный чат между пользователем и ботом. Но суть тут в другом. Если мы можем получить ID, и он уникален для каждого пользователя, то по нему возможно и определять его права и возможности. Вот пример условия, который сравнивает ID того, кто отправил команду, с неким эталонным значением. На данном этапе я столкнулся с одним нюансом. Дело в том, что у меня все телеграм-ид находятся в файле секретов, как и другие конфиденциальные данные. И необходимо для использования в шаблонах сравнения, их оттуда доставать. Но я нашел способ. Для этого, для каждого пользователя ID, которого мы будем использовать в шаблонах сравнения, нужно создать сенсор на платформе Template. В строке состояния можно указать ссылку на секрет, тем самым, статус этого сенсора будет равен ID пользователя, и явно прописывать его не понадобится. Таким образом, можно сделать автоматизацию, в данном примере также слушающую отправку текстовых сообщений в чате. При получении фразы «Кто я?» и совпадении ID того, кто ее отправил с значением такого сенсора, который соответствует уровню доступа администратора, этому пользователю, вне зависимости от того, где был отправлен запрос, в личном чате или в одной из разрешенных для использования групп, а их может быть много, на его ID придет ответ. В данном случае, просто текст с описанием его полномочий. Если ID совпадает с другим сенсором, то сработает другое условие, в этом примере тоже отправляет ответ, но уже с другим текстом. Если ни одно из условий не сработает, то запрос будет проигнорирован. Вот так работает этот диалог, в зависимости от того, в каком статусе находится ID пользователя, отправившего запрос. Перейдем к практике и вспомним, как выглядела стартовая автоматизация в моем уроке по управлению через телеграм. Ее цель заключалась в запуске главного меню управления умным домом по заданной команде. Она работает одинаково для всех пользователей, чьи ID прописаны в конфигурации. А теперь посмотрим, как она может выглядеть, если принять во внимание то, о чем я рассказал в этом уроке. Я исходил из того, что меню управления всеми комнатами, включая установку режимов работы, нужно только мне. А другим пользователям нужны некоторые точечные задачи. Вместо команды go, тут используются кодовые слова ку-ку и привет, в разных вариантах написания, включая английскую раскладку клавиатуры. Здесь главное меню, которое будет управлять всем умным домом, включая режимы работы автоматизации, будет отображено только в случае, если ID совпадает с значением администраторского сенсора. А в этом условии будет показано меню управления отдельной комнатой. На практике это комната старшего сына, устройствами которой он сможет управлять. При этом тут нет режимов работы, утопления и увлажнения, которые доступны в меню администратора. Также в этом меню отсутствует кнопка возврата в главное меню. Для пользователя с этими полномочиями, это верхний уровень управления. Как вы понимаете, все команды, отправляемые кнопками, тут отличаются от тех, что прописаны в аналогичном меню ветки администратора. Поэтому тут и своя автоматизация, хоть и скопирована из основной ветки, но все же другая, со своим названием, командами на кнопках и переменными. Пока тут один уровень вложенности управления отдельными устройствами, но я работаю над некоторым расширением функционала, в частности более тонкого управления отдельными светильниками, что мне, как администратору, не нужно, хватит включить и выключить. А для пользователя, который живет в этой комнате, будет полезно и применимо. Пример отработки стартовой автоматизации для администратора. Отличие в работе, если сравнивать с предыдущим уроком, кроме того, что вместо команды отправляется просто слово, нет. А вот если ID определяется как пользовательский, запускается свое меню, без управления режимами работы и ограниченное только одной комнатой, и пока с одним уровнем вложенности. Упомянутое мной расширение функционала касается находящегося тут VLED контроллера. Как я и сказал, мне на уровне администратора достаточно будет его включать и выключать. А вот моему сыну будет полезно, в том же чате с ботом получить возможность тонкого управления этим объектом. Если вам интересно, как реализовано это управление, пишите в комментариях. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok